Доллар же сегодня впервые в этом столетии упал ниже 27 рублей. 26 рублей, 94 копейки или на 13 копеек ниже, чем в четверг. На мировых финансовых рынках крупный обвал американской валюты. В России сегодня во время единой торговой сессии на ММВБ курс доллара снизился сразу на 12 копеек. В ближайшие несколько лет доллар упадет еще значительно, значительно ниже. Многие станут искать способы обеспечить собственную безопасность. Золото, серебро, хлопок, нефть. Российский рубль резко укрепил свой курс. В первый день торгов в новом году на московской валютной бирже доллар рухнул почти на рубль, до 29 рублей 43 копеек. Перемены в бивалютной корзине произошли на фоне существенного повышения цен на нефть. Выше 80 долларов за баррель и скачка курса российских акций. По итогам сегодняшних торгов доллар подешевел на 71 копейку, евро на 47 копеек. Эксперты считают, что рубль дорожает на фоне благоприятных новостей с западных торговых площадок. Никогда не нужно торопиться на каких-то новостях, бежать и скупать, либо продавать валюты. Ну а теперь последние новости о курсе валют. Доллар потерял 2 копейки, в Центробанке за американца дают 32 рубля 19 копеек. Сенсационная новость пришла сегодня из Америки. Менее чем через месяц Соединенные Штаты могут и банкротиться. Но еще об экономике. В Банке России связывают повышение курса рубля по отношению к доллару в ситуации в США. Там, напомню, до сих пор не принят госбюджет. Стране грозит первой в ее истории дефолт. На сам рубль, уверен Силуанов, присоединение двух новых субъектов никак не повлияет. Платежный и торговый баланс России в последние месяцы улучшился. А значит, причин курсовых колебаний у российской валюты нет. Доллары и евро сегодня заметно снизились в цене в начале торгов на московской бирже. В какой-то момент, впервые в середине февраля, за единицу американской валюты давали меньше 35 рублей. Доллар под угрозой в свете последних событий на Западе вполне возможно, что скоро Америка может ощутить крах валютной системы. Хотя доллар по 38,5 считают перебором. 50 вообще фантастикой. А лучшей стратегией для имеющих сбережения не делать пока ничего. Что бы ни было, не суетись. В результате по итогам, то есть, например, по итогам октября, вы покупаете фактически доллар на пике, как и евро, на пике своей торговли. Вероятность того, что они сильнее крепятся, в принципе, не очень высокая. Рубль подорожал на 22 копейки, отреагировав на тональность встреч Путина с европейскими лидерами в Милане. Я ожидаю, что в течение двух месяцев этого года и в начале следующего года курс рубля начнет снова расти и к доллару, и к евро, поскольку в Европе сейчас тоже немало макроэкономических проблем. В данные минуты и доллар, и евро торгуются на бирже примерно на 20-30 копеек ниже официальных курсов. То есть, относительно начала торгов, рубль все-таки позиции сегодня укрепил. На фоне заявлений, прозвучавших в Пекине на сегодняшних валютных торгах на московской бирже, рубль резко укрепился по отношению к доллару и к евро. Это нашло отражение в официальных курсах, установленных Центральным банком России на завтра. Доллар снизился почти на 2 рубля, на рубле 98 копеек. Новый курс 45,89. Теперь новости валютного рынка. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на среду, 19 ноября, выглядит так. Оба показателя по сравнению с предыдущими снизились. Из-за подешевевшей нефти не только российский рынок столкнулся с ограниченным предложением валюты, и как следствие с падением национальных курсов. Канадский доллар на 5-летнем минимуме, норвежская крона минус 16% с июля. Если сейчас пойти покупать, никто же не гарантирует, что завтра будет курс выше, курс доллара. Может, сейчас Центральный банк пошел на рынок, он эту панику уберет с рынка, и курс будет 45. В итоге на максимуме цена достигла величины в 61 рубль 20 копеек. Потом, правда, котировки точно так же пошли вниз. Официальный курс, установленный Центробанком на завтра, все-таки ниже круглой цифры. Решение ЦБ по повышению ставки до 17% в настоящих условиях вынужденное, но правильное. Истинно вам говорю. 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось. Это точно говорю.